Всем огромный-огромный привет! Девчачьи радости апреля у меня будут состоять из покупок только фикс прайса. Вот сегодня за один день мы закупились и все это я вам покажу. Но первое, что вы видите, это подгузники Моми, какие-то для меня неизвестные. Заказала я их на Вальберис за 702 рубля и буквально через 2 часа они стали стоить 900, а сейчас 1000 с лишним. Не знаю, отзывы на них разные, подходят для младенцев, будем смотреть. Заказала сразу 90 штук, но мы памперсы не носим на постоянной основе, мы только в них спим. И на улицу собирались ходить, но, к сожалению, сейчас дома, поэтому, я думаю, подойдут. Остальное все мы купили в фикс прайсе. Сколько? Три недели мы не были, естественно, у нас закончились салфетки, вот такие вот какие-то там вещи, бумажные платочки. Остальное все есть у меня в запасах. Закончились бумажные полотенца и взяла я вот такие вот фамилии XXL. Нравятся мне такие салфеточки, беру их постоянно. Но вот в запас никогда не додумывалась купить, теперь задумаешься, пожалуй. Постоянная моя покупка – это вот такие бумажные салфетки. Очень удобно, у меня стоят в детской комнате, они для детишек вообще удобно и постоянно нужны. Также взяла ежедневные прокладки Белла. Это должны быть нормального размера, потому что предыдущие я покупала мини, и они прям совсем-совсем мини неудобные. Эти попробую, мне кажется, я такие еще не брала. Также из такого вот салфетно-бумажного взяла платочки. Я люблю не ароматизированные, обычные ароматизированные. Мне почему-то бывает раздражает аромат, поэтому не стало. Что еще из салфеток? Наконец-то вернулись в продажу мои любимые влажные полотенца. Для уборки вообще лучшего нету. Очень мне нравятся. Беру постоянно и буду брать, пока их не выведут из ассортимента. Также очень мне нравится влажная туалетная бумага для детей. Вот так она выглядит. Такой ненавязчивый, приятный аромат. В общем, рекомендую попробовать. Кто не пробовал, точно будет здоров. Стас там чихает. Также постоянная покупка вот такие влажные салфетки для детей. Иногда попадаются нормально, иногда не очень качество. Но сейчас выбирать не приходится. По магазинам больно это не ходили. Купили в фикс-прайсе то, что было в продаже. И еще взяла вот такие голубенькие. Ни разу не брала, не попадались мне. Ну вот, взяла, попробую. Может быть, они тоже ничего. Так, раз свалился, покажу тебя тоже. Это у нас вот такой брефсила-актив лаванда. Да, только лаванда, свежесть лаванды. 100 рублей стоили. Вот это запомнила. Обычно 70 с чем-то. Но сейчас взяли все, что, в общем, было. Из бытовой химии также средство для мытья посуды. Увидела вот такой биолан-актив био, таежный можжевельник. Биолан давно не брала, а с можжевельником стало интересно. Надо, кстати, послушать аромат. Ой, действительно, какой-то можжевеловый. Вот, посмотрим, как будет работать. Также взяли бонхо, пакеты для мусора с завязками. И ароматизированные. Я сейчас понюхала. На самом деле, пахнут ванилью. Я даже не посмотрела, какие еще были ароматы. Мы быстрее-быстрее взяли и побежали. Стас прихватил вот такие жидкие гвозди. Наверное, они ему нужны, не знаю. По качеству тоже не знаем. Первый раз взяли. Также прихватила ватные диски Аура. Цены не называю, в конце покажу чек, потому что я реально на все не помню. Первый раз увидела в продаже вот такой вот ополаскиватель. Хотела, как всегда, взять Колгит, но решила взять вот такой вот ополаскиватель. Свежее дыхание, комплексный уход, Вилсендент, Кулминт. В общем, холодная мята. После чистки зубов все, в общем, стандартное. Надо послушать. Опа, не могу открыть. Интересно, чем пахнет. Запах такой мятный, химозненький, я бы сказала, но потом в пустых баночках расскажу. Даже самой интересно, сколько стоит, потому что не смотрела на цены. Уже на кассе увидела вот такую интересную штучку. Раньше я ее не видела. Это силка мед. Освежитель полости рта с пользой для десен. Был вот такой вот, зелененький, тут, наверное, мята. И розовенький, не знаю с чем, но я взяла зелененький с мятой. Даже попробовала я сейчас это средство за кадром. Да, приятный такой вкус, напоминает орбит с ментолом. Что-то такое, но приятненькое. Из таких, не знаю, какой категории отнести, решили мы попробовать купить вот такой штатив. У меня есть несколько штативов с Алиэкспресс. И они, знаете ли, ну так себе. Вот купили вот такой для телефона. Ну, ножки тут крепкие. Вот такие достаточно. В общем, я попробую на вид. По крайней мере, он очень такой крепкий и надежный. Надежнее, чем вот эти штативчики с Алиэкспресс. Стоил вот этот 200 рублей, точно помню. Из детских вещей девочки, мальчики, искала я целый год. Я смотрю обзоры девчонок. И вот такой вот жирафик, он был единственный. Где-то там в углу, вот здесь вот немножко у него глазик. Но мы уже не обратили внимания. Стоил он 199 рублей. Он на присосках. Крепится на ванную, на стенку ванной. И вот сюда набирается водичка, потому что это все внизу. Нажимает ребенок вот на эту кнопку. И из носика у жирафа льется вода. В общем, такая детская забава. Соня уже ждет вечера, чтобы все это испробовать. Во влоге я, конечно, вам покажу, как это все работает. Потому что самим интересно, забавно. И самое главное, он красного цвета, как любит Соня. В общем, нам сегодня крупно повезло. Из косметики сразу скажу. Все, что показывают девочки из новинок, и даже для кого-то уже из старинок в нашем фиксе до сих пор не появилось. Взяли то, что всегда есть. Нам нужен был формат фоторамки 15х21. Мы из роддома получили видео выписки златы. И какое-то там количество фотографий штук 10 размером именно 15х21 см. Поэтому купили, по-моему, 55 рублей. Сейчас в чеке все посмотрим. И одну фоторамочку мы взяли в формате 21х30. Вот тут написано 99 рублей. Сюда мы вставим у нас помимо фоток магнитный холодильник с нашей фотографией полностью семьи. Еще сделали метрику для златы. Там, в общем, фотография ребенка, рост, вес, тра-та-та. Вот в формате А4. Хотим поставить вот такую рамочку. Ну, естественно, я еще ей буду вышивать метрику. Но мы не знали. Мы заказали просто полный комплект. Стас заказал в роддоме, когда на выписке видео, фотки. Ну, в общем, мы сами не знали, что там. И когда пришли забирать, увидели, что там и видео, и фото, и метрика, и магнитик. В общем, полный комплект. Для ребенка у нас началось дистанционное обучение в садике. Нам каждый день присылают задания. То вот, например, сейчас ко дню космонавтики слепить ракеты, кометы, звезды на фоне фиолетового космоса. И для этой цели мы купили цветной картон. Надеюсь, тут темно-синий может подойти, фиолетовый. В общем, такой, достаточно плотненький. Мы постоянно, кстати, его берем. Но так как ребенок дома играет, там что-то вырезает, у нас целого практически никогда нет. И как назло, нужного цвета. И также, на всякий случай, взяла вот такую цветную мелованную бумагу. Я ее тоже постоянно покупаю в фикс-прайсе. Нормальная такая бумага. Соня нравится, она играет. Тем более, теперь мы еще полмесяца будем сидеть на карантине. И мало ли какие будут задания. Также еще докупили пластилин. Он всегда у нас дома есть. Но еще докупили, потому что ходить-то в магазин больше не будем. Сразу же все купили. Сейчас за кадром попробую вытащить. Ой, что-то прям как туго. Практически прям заел. Вот так вот выглядит этот пластилин. Стандартный, как в нашем детстве. Фирма Луч. С ножиком. Будем, в общем, заниматься творчеством. Ну и, конечно, делать домашние задания. И вот такую краску взяли. Нам вообще вот одной упаковки такой краски. Медовая, полусухая. Хватает на один вечер для Сони. Ну, максимум на два. Она, в общем, все это может зарисовать. Тут, на самом деле, не очень глубокие наполнители, рефильчики. Я не знаю, как их назвать. Тут, конечно, по граммам, наверное, нет. Но сама по себе она хорошая, удобная. Ребенку рисовать самое то. И у нас послезавтра день рождения будет у Софьи. Она очень любит вот такие вот праздничные язычки-дуделки. Каждый год ей берем. Я, наверное, не показывала их. Но вот сегодня покажу. Будем дудеть, радоваться. День рождения мы будем отмечать дома. Также мы купили ей вот такую вот циферку 5. Она горит. Там кнопочка нажимается, и она будет светиться. Вот тут на тройке показано, да. И тут всего 4, да, получается, свечки и сама пятерка. Но свечки у нас есть. И на всякий случай у нас по-любому будет 2 торта. Уже в Спаре я купила вот такую пятерку. Потому что каждый год мы вот такие именно циферки покупали. Потом их миксуем. Кому-то там, например, 35, 50, 45 мы их вместе ставим. И мне у чего-то кажется, что у нас пятерка есть. Но на всякий случай взяла в Спаре. Она стоила 48 рублей. Это не знаю сколько. Сейчас по чеку будем смотреть. Лишним не будет. Постоянно у кого-то день рождения. Также в фикс-прайсе взяли за 77 рублей такие шары воздушные, светящиеся в темноте. Тоже будем их надувать Софьей, чтобы не... Светящиеся в темноте, да. Соня слышала из соседней комнаты. Вот, будем их надувать послезавтра. Соня, тише, не тряси мне камеру. Вот такие будем надувать с тобой, да, и с папой. А послезавтра, да. У тебя 13 апреля будет день рождения. Еще мы купили вот такие шарики. Мне понравились. Красные. Как Соня любит, в виде сердечек. Соня уже интересно все посмотреть, но и так немножко рассекречиваем, в общем, мы покупки. Да, забирай своего жирафа, я его отсняла. Вот такие шарики. Были еще, например, за 55 рублей просто сердце, розовый цвет, на нем написано I love you. Но вот, так как Софья любит красный цвет, мы взяли ей такие красненькие. Так, еще купила я, а, это уже в спаре купила обычные шары, не принесла, так как фикс прайс вроде как брала. Ну и последнее, что никогда обычно не показываю, но раз уж я все два пакета с фикса притащила, покажу. Стас очень любит вот такой вот майский чай, он берет с бергамотом, сегодня решил с лимоном взять, вот ему очень нравится. Я вообще чай в пакетиках не люблю, я чаще, ну, на работе иногда пью, но у меня даже на работе есть ситечка. Хотя есть вот от Кертис вкуснейшие, чаи в пирамидках, в пакетиках, но вот как-то я из заварника больше предпочитаю. А он любит именно в пакетиках. Вот я даже свежую заварку заварю, хотя я завариваю раз в день, это самое долгое, например, даже если у меня есть заварка, то я на следующий день заварю новую. Я люблю свежую заварочку. Либо постоянно чередую, то зеленый, то там со вкусом вишни, то просто черный, ну, в общем, всякие разные у меня. Я люблю чай, а Стас любит именно в пакетиках, поэтому он себе взял вот такой майский, он какой-то там бюджетный, вроде как. Вот. Также мы повторили уже свою покупку вот таких вот ананасовое кольцо. Это прянички со вкусом ананаса. Действительно очень вкусные. Я вот не очень люблю пряники, а такие на самом деле мне понравились. Я вот единственное, что всякое шоколадное не люблю. А вот с ананасом, да, и даже Стас заценил, хотя он как-то не очень так, к таким. Буквально на днях смотрела видео девушки, и она хвалила вот такой вот кекс, изюминка, он с изюмом, смесь для выпечки. То есть, как я поняла, нужно просто в эту смесь добавить два яйца, молока, сливочного масла, в общем, залить в форму, и очень, говорит, получается вкусно. Во-первых, у нас приближается день рождения Софьи, во-вторых, Пасха, посмотрим, может быть, просто так сделаем. Если на самом деле очень вкусно, почему бы и нет, купить вот так вот для экспресс приготовления очень даже хорошо. Ну и, собственно, к Пасхе, как заходишь. Я вообще к Пасхе хотела купить Соне там такие наклейки на яйца в виде зверюшек, видела в обзорах, но у нас, конечно, в экспрессе их не было. Но зато, как заходишь, сразу стенд с пасхальной темой. Там мы взяли вот такие вот красители для яиц, прям пасхальный набор классический. Мне кажется, он прям вообще дешевый был, там, рублей пять. Это в последнюю очередь мы увидели. Я, мой взгляд, упал на вот такие вот красители пищевые, жидкие, плюс перчатки. Вот это я люблю, когда перчаточки. Кстати, про перчатки, вот в фиксе в нашем есть перчатки, которые вот для бытовой химии, для уборки, а которые тонкие, две полки совершенно пустые, то есть перчаток в фиксе нет. Вот такие яички. Понятное дело, мы на Пасху никуда не идем, никуда не едем, но дома будем праздновать. И вот такую посыпку кондитерскую купила, ну, она как бы для кулича, но, возможно, мы еще украсим Софье торт на день рождения. У нас один торт испечет бабуля. Я хотела испечь торт изумленыш, я очень люблю, он простецкий, но очень вкусный. Но сегодня увидела также на ютюбе без выпечки торт, очень интересный, я во влоге обязательно покажу. Хочу его попробовать сделать там со сгущенкой. И последнее, что я вам покажу, это вот такие салфетки со светлой Пасхой. Было два вида, один как-то меня не очень впечатлил, и вот этот. Я бы, конечно, хотела, чтобы были поярче салфеточки, но эти такие в сдержанных, таких спокойных тонах. Но на Пасху положить приятно, интересно. Ну и давайте посмотрим, что... Ой, что-то у нас тут намокло. Это чего-то мокро было. В общем, погода сегодня снежная, и во влоге потом посмотрите. И у нас и пакеты, и все намокло, и, наверное, вот от пакета. Пряники 55, майский чай 27,50. Но я уж не буду все зачитывать. Игрушка для душа 200, я вам так и сказала. Цветная бумага, картон по 50, 55 пластилин. А, кстати, бреф 77,99. Как там было написано, за 7,7, нормально. Платочки за 55. Ну, в общем, так, жидкие гвозди 99. Полотенце 77. Салфетки пасхальные 55. Я уже снизу начала. Вот, пищевые красители. Да, я помню, 5 рублей всего стоили. Это вот эти вот самые простецкие. Они 5 рублей стоили. Почему бы и нет? 27,50. Вот эти жидкие тоже. Я не скажу, что это большая цена, что это дорого. Вот, кекс изюминка 50 рублей. Вообще, если он нам понравится, обязательно будем покупать. Громадный био. А это био пакет, а я думала биолан. Биолан, что-то я не вижу где. А 55 также биолан био. 55 рублей. В общем, сумма. Вроде так, ничего такого не купила. 2,276 рублей 50 копеек. Вот. Ну, в общем, если что, поставите на паузу. Посмотрите. Редко я показываю чеки. Обычно у меня за весь месяц там по чуть-чуть без чеков. На этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Не болейте. Соблюдайте карантин. Делайте вылазки. Пусть редко, но метко. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.